Президент России Владимир Путин на 6-м Всемирном конгрессе российских соотечественников, который прошел 31 октября в Москве, объявил о подписании им новой государственной концепции по миграционной политике. Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Полный текст концепции был опубликован на сайте Кремля. Наблюдатели отмечают, что помимо всего прочего, в новой концепции прописана масса мер, ужесточающих процесс регистрации и пребывания на территории РФ трудовых мигрантов из Центральной Азии. Вы сегодня проходите? Да, да, да. Толкно что? А экзамен сдали? В основном данный документ сроком на 6 лет предусматривает развитие депрессивных регионов и решение демографической проблемы. Сторонники новой концепции аргументируют свою позицию с экономической стороны, высказывая мнение, якобы трудовые мигранты за счет низкой оплачиваемости все больше отнимают рабочие места у граждан РФ. К тому же они не интегрируются с российским обществом, то есть сохраняют свою культуру, язык и религию. Экономист Евгения Чернина считает миграцию единственным способом для пополнения нехватки рабочей силы. И за счет того, что мигранты в основном занимают низкоквалифицированные рабочие места, на которых граждане России не хотят трудиться, то, естественно, никакого негативного влияния на заработки россиян со стороны мигрантов нет. Своё мнение по данной теме высказал Карим Джон Йоров на передаче «Лицом к событию» в студии «Радио Свободы». Честно говоря, мы давно предлагаем, что если у вас такие проблемы, считают, что во всех проблемах России виноваты мигранты. Мы не считаем. Осталось только, что, извините, пожалуйста, что будет грубо, если со своей женой не могут спать, и в этом тоже будут мигранты обвинять. Я за то, что ввели визу. Но в то же самое время я хочу, чтобы, например, из моей страны убрали чужую армию. Мы не хотим. Мы способны сами защищать свою родину. И не надо из нашей страны делать буферную зону перед Китаем, перед Афганистаном или каким-то другим. КОНЕЦ